День Беларуси и Россия День Беларуси 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 И настолько помощь оказывали друг другу, не знаю, сколько было общего, общих интересов, сколько было общих родственников везде. Мне кажется, что это большая ошибка, что мы так далеко друг от друга. Начнем с того, что до 17-го года Россия была не такая страна, как теперь. И когда бы в свой час Сигизмон III проявил бы твердость характера, правильность позиции, Владислав IV был бы русским царом и наша Беларусь развивалась бы по-другому. Тому я решу, что все-таки повинна вернуться в тое минулое, которое было ранее. Минавито в том 17-м годике Беларусь отродилась и была такой же славной, как в той час, когда сейчас был соправдан с золотым веком Беларуси. Все у нас было в общем. Наши великие ученые, это ее ученые, ее великие ученые, композиторы и прочее. Это все наше, все это было единое. Вот, это сейчас вот какое-то разобщение идет. Это было единым и должно быть единым. Очень большую, 90% роли России в беларусской истории. Она завоевывала эти земли, что негативные последствия несла, а также и положительные моменты, и культурные, научные, денежные, финансовые. И мир это не только в России и Беларуси. Весь мир это бочка и медом, и с медом, и с дегтем. Вот это так в таком плане, как и положительные, такие отрицательные. Это, во-первых, уничтожение национальности беларусской как таковой. То есть мы не разговариваем на собственном языке, в том числе благодаря нынешней власти. Мы считаем, что беларусская все плохо. Вот. Поэтому мы колония. До настоящего времени, с времени захвата, до настоящего времени мы колония России. Это нужно просто признать и жить с этим. Вот и все. С этим ничего сделать мы не сможем, кроме внутреннего сопротивления каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok